Здравствуйте, друзья! Друзья, как обычно в это время на телеканале «Николаев» 20.30, наша программа «ТТТ». И как обычно у меня очередной очень интересный гость. Сегодня мы будем беседовать с директором Николаевского академического русского драматического театра, с директором и одновременно исполняющим роль художественного руководителя Артем Свистун. Добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Спасибо большое, что сегодня пришли и согласились. Спасибо вам, что приглашаете. Артем Свистун. Директор, художник, керівник Миколаевского академического художнього российского драматического театра. Людина, яка присвячує себе служению Мальпомені. Скажите, вы вообще из Николаева? Конечно. Я родился, вырос и всю сознательную свою жизнь провожу в Николаеве. Национальность у вас какая? Потому что я читала в одном интервью, что у вас там легенды ходят, то ли болгарин, то ли еще кто-то. Знаете, по паспорту и по родителям я украинец. И в душе это тоже Украина, это моя родина, это мой город, моя страна. И самое главное, что хотелось бы сказать, что все люди многонациональны, полифункциональны, да, сейчас как бы идут. Ну вот, спасибо моим родителям, моей маме, моему папе, что я родился украинцем. Вы такой спокойный и позитивный, это с детства идет? Ну я думаю, что и не только, не, я, поверьте, не только спокойный, я могу быть. Да, артист, режиссер, актер, администратор, директор должен обладать всеми качествами, и агрессивный, и в то же время спокойный. Но последние события, которые происходили, вот как мы уже с вами говорили в жизни, они дают переосмыслить, проанализировать свое поведение, свои поступки. И вот как бы произошло мое взросление, осознание многих факторов, которые в жизни происходят, это духовное, физическое очищение. И во многом ты пересматриваешь свое поведение, свои отношения к людям, к окружающим. За последнее время проверились, кто твой друг, кто откровенно радуется за какие-то твои поступки, события, кто помогает в жизни. И кто остается преданным, и кто находится рядом. Ну, хотелось бы сказать, что это жизнь, это жизнь, которая идет вперед. Уроки. Конечно. Да, это очень правильно. Очень правильно. Мне тоже нравится, что нет плохих или хороших событий, которые с нами, ну, разве что, если тебя сбила машина, наверное, это не очень хороший событий. Хотя, кто знает, вдруг ты не замужняя девушка, тебя сбила какой-нибудь. Знак, да? Да, может быть, это знак. А скажите, а события, которые повлияли на вас в детстве, как на личность? Ну, прежде всего, я благодарен, опять же, хочу сказать, родителям, которые начали с детства воспитывать у меня духовное восприятие. Это музыкальная школа, это посещение театрального кружка по инициативе родителей моей личной. И они видели во мне талант еще в детстве. Может быть, мне говорят, задают вопрос, а как появилась тяга к искусству, к культуре, к театру? Ну, это так круто, когда родители в тебя верят. Да, да, знаете, это те люди, которые тебя поддерживают в любом обстоятельстве. И хочу сказать, дорогие наши зрители, любите родителей. И если они живы, цените родителей. Это самые преданные, самые теплые, самые сильные люди на этой планете. У нас в наших программах был в гостях паралимпиадец Максим Яровой, знаменитый наш земляк, очень позитивный человек. И когда мы затронули тему, что же ему помогло после аварии, не просто встать, но как на ноги, я… Ну, да, 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 сила мужества. Да, но стать превыше, ну, намного обычного человека подняться над всем этим. Он сказал, что это родители, это мама, папа, мама со своей стороны, как мама, как нежность, поддержка папа со своей. Поэтому родителям… Да, это всегда… Ну, и вторая половинка должна быть – любовь. Вера, надежда, любовь должна всегда преобладать. Оно вот как творческому человеку, хочу сказать, любовь, она вдохновляет. Вдохновляет на подвиги, она срывает крышу, она создает вот проекты. Во многом вот спектакли, которые мне рождались во сне, они приходили на чувство любви. Спектакли рождались во сне? Конечно. Ого-го-го, невероятно. Конечно, оно всегда приходит. А как это происходило? То есть вы ложитесь спать, вам что-то снится? Вы ложились спать с какой-то мыслью? Нет, никакую программу ты не ставишь, это просто вот ходишь, и к тебе приходит такое прозрение, что вот на данном этапе, ну, вот в молодежном театре поставил спектакль «Мюзикл Алый Просада». Почему именно такая тема? Почему такой спектакль? Почему тема любви, тема веры, мечты? И ты понимаешь, что это сегодня актуально, да? Это то, что приходит извне, вот, может быть, Господь там управляет, помогает. И ты понимаешь, что сегодня это нужно передать зрителю, да? И, ну, театр вообще это храм души. И когда зритель приходит в этот храм, он должен получить какой-то заряд энергии, позитивного, светлого, тёплого. И когда ты ложишься спать, и во сне, вот, в период с трёх до пяти утра, где-то приблизительно, ты просыпаешься… И ты просыпаешься, что ты видишь вот эту картинку, картинку, которая будет в последующем реализована на сценической площадке. Ой, так вы затронули тему театр-храм. А есть ли какие-нибудь такие штуки, которые можно или нужно делать в этом храме, или нельзя? Ну, прежде всего… Сценарий упадёт, это мы знаем. Да-да-да, сценарий упадёт. Но я хочу сказать театр, да, в котором Николаевские академические художественные русские драматические театры. Вообще это сакральное место, да. И изначально на этом месте был только театр. И театр находился, вот, занимал вот целый квартал. И энергетика, которая идёт вот в этом месте, очень позитивная. Поверьте, это момент, когда человек посещает, он даже ощущает эту атмосферу в целостности. И когда по вечерам ты проходишь по театру, ты чувствуешь такую загадочную, мифическую атмосферу такую, да. И в театре много поверья, да. Вот у нас есть такая поверья, почему не всё до конца может получаться на сцене, потому что нету рояля, нету семи нот. Да, семь нот, цифра семь, которая позволит открыть ещё вот этот портал творчества энергетики. Ну, как мы уже говорили, если упал сценарий, нужно обязательно на него сесть. Вот, и во многом, ни в коем случае нельзя перед выходом, если разбилось зеркало, смотреть в него, да, как бы это будет провальность роли. Вот, очень часто есть суеверия, когда театры не ставят сложные произведения, как Ви, как Мастер и Маргарита, это негативные стороны. Также и многие поверья, когда пьеса, которая должна произойти перед премьерой, не нужно заучивать эту роль. Много таких моментов, которые действительно суеверия среди артистической, да, среди зрителей. Ну, а зрители всегда, когда приходят в театр, они ощущают энергетику позитива, энергетику загадочности. И есть такие, как бы, вот, ну, правила, когда ты приходишь в храм, да, в церковь, ты покрываешь голову, да, ты не приходишь с открытыми ногами, вот, для девушек, да, тоже и в театр ты должен идти подготовленный. Ты должен понимать, что ты приходишь в храм для того, чтобы получить, как бы, определенную энергию. И ты должен прочитать пьесу, которую будешь смотреть, и ты должен быть подготовлен, да, культура поведения, культура приветствия, культура взаимоотношений, культура восприятия, да, вот эти даже правила трех звонков, да, которые были известны Немирович Данченко, Станиславский изобрели, да, вот это тоже соблюдение определенных правил, которые позволяют, вот, сохранить эту атмосферу таинства, загадки. Вот то, что таинство, загадка, храм театрального искусства. Скажите, нумерология, мы уже немножко до эфира пообщались, вот еще раз расскажите, вы верите в то, что числа что-то значат? Конечно, конечно, в жизни каждого человека есть своя линия, судьба. И я осознанно понимал, что позиция идти на директора, художественного руководителя такого прекрасного здания, такого театра, это очень большая ответственность. Это ты полностью всю жизнь посвящаешь театру, служению театра, служению музы, и это не работа, это служение. И самое главное, что оно совпадает с определенным жизненным этапом. Вот у меня произошло формирование взросления, вход в взрослую жизнь, и зданию театра 136 лет. И мне исполнилось 36 лет, и в свой день рождения был назначен на эту должность большинством решения депутатского корпуса. И верю, что затягивание процесса 6 месяцев, полгода, цифра 6, которая имела какой-то мистический принцип, но вот он состоялся. И действительно, вера светлой силой это есть. Это правда, что вы брали кредит, чтобы организовать спектакль? Да, в интернете, знаете, заходишь в гугл, Артем Свистун до сих пор возвращает кредит. Уже время прошло, уже момент идут, но вот люди, которые… Кредит отдали? Кредит отдал, да. Как вообще человеку в голову? Это же, ну, рассказать кому-то, подумают, ну, вообще сумасшедшие. Сумасшедшие. Машина, квартира, там, ипотека. Тебе собстанкер поставить, кредит взять? Я фанат своего дела. И во многом как бы фанат того, что искусство вкладываешь в душу. Да, и фестиваль, который был на протяжении 10 лет, международный фестиваль «Южные маски», это когда ты в свой дом приглашаешь гостей, друзей и собираешь людей, которые такие же фанаты, как ты, которые создают определенные проекты, и почему был принцип, да, соответственно, все это приходит с опытом и со временем. Да, когда я получил второе высшее образование, экономические особенности, влияние на спонсоров, меценатов, да, моменты законных… Законных, да, законных градаций, но ты когда понимаешь, что ты доверяешь, я привык доверять людям открыто, и когда ты понимаешь, что чиновники, обещая, но потом не выполняют свои обещания, ты становишься сам один с этими проблемами, да, и мне нужно был вынужден, потому что приезжали иностранные делегации. Основные статьи расходов любого фестиваля – это проживание, питание, трансфер. Все остальное ты делаешь на личных связях, на каком-то общении организовываешь, и получился такой момент, что я остался один на один с этой проблемой. Я пошел в банк, взял кредит, закрыл вопросы, и мы прекрасно встретили людей, и люди до сих пор… Мы переписываемся, общаемся, создаем общие проекты, и Николаев прославился с позитивной точки зрения на многие страны, но в последующем фестиваль вышел на нули, да, для того, чтобы неприбыльное проведение фестиваля аматорских театральных коллективов, но фанаты и поддержка есть люди, которые действительно видят, и очень приятно, когда у нас есть вот Центр развития «Ребенка-сказка», родители, которые обеспечены, поддерживают свое чадо, поддерживают, вкладывают финансы в костюмы, декорации, идет такой синтез действительно мастерства, и мы придем к тому времени, что вернемся, да, меценат. Меценат – это который безвозмездно вкладывает в искусство, в светлое, в духовное. Мы видели, поголовные идут в церковь, да, духовность, очищение, и я думаю, в свое время люди начнут вкладывать в другой храм. Ну и вы не будете брать больше кредитов. Это один раз было? Я вам обещаю, больше кредитов брать не буду. Только грантовые проекты, написание грантов – это одно из вливаний финансовых в решение развития театрального искусства. Сейчас очень много грантов на обучающие программы. Это новый подход. Конечно. Это не просто, что государство должно финансировать, развивать. Сейчас очень модно, популярно, в принципе, это работает. Абсолютно верно. Должны быть дотации. Дотации с бюджета. Бюджеты – это основные статьи защиты заработной платы, энергоносители. Но и театр должен сам развиваться, он должен зарабатывать на постановке, на всевозможные интересные работы, на гастрольную деятельность. Это тоже как бы в перспективе. Из первых основных правил, которые пришли, это сохранение памятника архитектуры XIX века. Это уникальное здание в центре города, площадь соборная, угол, в свое время угол Рождественской, Адмиральской, такое интересное место. И архитектура, к сожалению, многие жители заметили, вылившийся фасад. Это ряд климатических условий, которые проведены на прохождении, и сохранение. Первое, что это создание комиссии, создание о сохранении. И в перспективе у меня есть небольшая мечта о внесении данного памятника в ЮНЕСКО. Скажите, команду как вы подбираете? Под себя или вот вы пришли сейчас в театр, вы будете как? Неугодных увольнять, сохранять, дружить с ним? Я пришел в театр, а я был в театре до этого. Ну, я имею в виду в качестве руководителя. Да, в качестве руководителя. Пять лет я был на должности директора-распорядителя. Ну, многие считали как заместитель директора. В свое время я вникал в процесс работы и видел сильные, слабые стороны, первоочередные, второстепенные задачи. Я понимал, что необходимо для перспективы работы коллектива. Я понимал социальную защищенность. Люди должны понимать свою защиту. Эта контрактная форма работы не имеет отрицательных сторон. она имеет положительные, потому что в контракте прописываются четкие обязательства и работодателя, и человека, с которым подписывает контракт. Это социальный пакет. Это люди должны понимать, что мы работаем на перспективу, на развитие. И команда – это те люди, которых ты притягиваешь как магнит. Когда люди тебя верят, когда люди помогают откровенно. И когда собирается команда профессионалов, это очень приятно. Я доверю каждому человеку, потому что коллектив, с которым ты работаешь на протяжении многих лет, служишь одному делу искусства, ты понимаешь, что у каждого человека есть определенный свой запас. Запас неиспользованной энергии, запас неиспользованных ресурсов и сил. И когда человек получает возможность, право реализовать свои силы, поверьте, даже человек, который был очень скептически настроен, он по-другому смотрит на вещи. А для того, чтобы моя задача как директора – создать эти условия, создать условия для творчества, для реализации своих сил. А в последующем есть такая фраза интересная – «Любите ли вы себя в искусстве или искусство в себе?» Да, да, отлично. Вот это сработает в целом, и человек должен сам осознать свое место в коллективе, в театре и свой вклад в развитие этого коллектива. И, соответственно, все, как говорит, станет на свое место и как уготовано Господом. Скажите, а что вас вдохновляет на новые проекты, на то, чтобы двигаться дальше? Любовь. Любовь все-таки? Да. Так необычно слышать от мужчины. Обычно мужчины не очень зажатые. Некоторые даже отрицают вообще существование такого факта, как любовь. Есть вечная любовь, которая на протяжении времени-время могут передаваться. Есть любовь в следующей жизни, когда не закончены какие-то моменты. Вообще, любовь к родным, любовь к близкому человеку. Любовь — это то чувство, которое вдохновляет и окрыляет. Вот со временем ты осознаешь, что в твоей жизни появляются те люди, которые помогают тебе, направляют, которые помогают в жизни, и ты чувствуешь энергетическую целостность. Потом, бывает, люди расходятся, потом, если необходимо, встречаются. Это прекрасное чувство, которое остается на века. И самое главное — ощущать и в нужное время находить человека, с которым тебе хорошо и приятно. — Скажите, мы говорили уже о том, что всё, что не происходит, — это какие-то уроки. Какой урок вы вынесли из тех событий, которые происходили вот на веке? Я очень вынес уроков за последние вот на протяжении полгода. Преданность, вера, умение принимать решения не скоропостижно, а вот продумав и взвесив, да, можно сказать, я снял розовые очки на многие факторы, потому что я верил всем, доверял всем и верил в людей. Я продолжаю верить людей, доверять людям, но уже по-другому относишься к позиции человека. Мы все друг друга где-то там, да, используем, где-то как-то направляем. Вот, но взросление, взросление в жизни, взросление своего окружения, преданность, вот, чувство самообразования. Ну, и одно из самых таких стимулов — заняться здоровьем, за здоровый образ жизни. Я категорически сейчас не приемлю алкоголь. Это вы изменили когда вот этот способ жизни? Ну, вот, в последнее время события, которые произошли, на протяжении полгода я изменил полностью такую позицию. Я занялся спортом, я занимаюсь как бы правильным питанием, и это помогает человеку создавать еще новые силы, создавать новые этапы, проекты, и мне стало легче. А каким спортом вы занимаетесь? Тренажерка. Тренажерка? Фабрика здоровья. Пошла реклама в фабрике здоровья. Нет, там прекрасный тренер Александр, который говорит так, одну тренировку пропускаешь, двойная нагрузка на следующую. О, ничего себе. И ты понимаешь, что диета, нагрузка, спорт — это позволяет держать себе в форме. Есть мечта? Мечта. Как у любого человека есть мечта. Ну, вот, когда говорят, какая мечта, мир во всем мире, да, чтобы все было гармонично. Вот что было все вовремя, все было гармонично. А ваши мечты, они сбываются вообще? Вот мечта, которая была 10 лет, она одна и та же, или вы мечтали о чем-то другом? Смотрите, я еще верю, что когда ты посылаешь в космос мечту, она со временем к тебе возвращается. Это как сигнал, который... Да, да. Зеркало? Да, да, который идет потом возвратом. Когда я проходил по улице Соборной, по площади Соборной, я проходил мимо театра, в свое время когда-то работал актером, студентом, мы ставили спектакли, думаю, прекрасное здание, хотелось бы здесь служить искусству. В 2012 году, в новогоднюю ночь, я прихожу на должность директора распорядителя и служу искусству, и вот так вот происходят определенные события. И спектакль, который мы ставили, «Алые паруса», «Давайте мечтать», «Давайте верить мечту», и каждому приплывет тот корабль с алыми парусами. Это замечательно. Скажите, а то, что вы делаете, вы довольны вообще собой? Никогда режиссер не доволен собой, и каждый человек, когда начинает быть доволен в себе, он останавливается. Когда ты в себе ищешь какие-то недостатки, это тоже плохое качество, да, но когда ты совершенствуешься, когда ты ставишь себе цель, перспективный план, да, краткосрочные определенные цели, долгосрочные цели, ты структурируешь свою жизнь, структурируешь свою работу и направляешься. Ну, поэтому в любом случае, как бы, саморазвитие лучше, чем самокопание. Какие необходимые должны быть составляющие, чтобы человек развивался? Вот для вас что-то. Любовь, это я уже поняла. Должна быть любовь. Да, обязательно вера, обязательно надежда, да, вера, надежда, любовь, обязательно твердость характера, не отходить от цели поставленной, ну, может быть, потому что я телец, да, вот, как бы, ставлю такую цель и иду, вот, как бы, упертый, вот, но не отпускать. Значит, были моменты, когда ты опускаешь руки, думаешь, ну, все, ну, как бы, уже все хватит, как бы, успокаиваешься. И вот, знаете, как многие картинки, демотиваторы всевозможные, там, в Facebook, в социальных сетях, когда ты копаешь, 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 не доходишь до алмаза и бросаешь лопату и уходишь. А алмаз был вот так столько. Да, да, буквально на расстоянии, поэтому вот нужно идти и ставить цель и не бояться. Самое главное, не бояться делать ошибки. Мы все свойственно нам, людям делать ошибки, но идти и достигать определенных целей, тогда твоя мечта сбудется, да. Если это не твое, оно тебя отведет. Если это твое, оно к тебе вернется. Вы в это верите? Конечно. Это работает? Конечно. Практика показывает, что да. Скажите, а как вы отношения строите с своими подчиненными? Вы выбираете какую роль? Хозяин, господин, друг или равный? Как это для вас? Невозможно держать одну линию, да, вот, быть всегда добрым, всегда злым. Ну, злым — это плохое слово, строгим, строгим, да. Вот, но нужно умение, как бы, создавать определенные условия, да, и находить в своем подчиненном друга, коллегу и понимать, что есть вот дружба, а есть работа, да, и доверять людям профессиональными навыками. Ну, и стандартный механизм провинился, накажи, отличился, поблагодари. Давайте поговорим немножко о Николаеве. Давайте. Есть такое мнение, бытует. Вот я сегодня недавно, сегодня встречалась с николаевским режиссером Евгением Цыбалюком, и он говорит, что, вот, действительно так говорят, что Николаев недолюбленный, что он тоже имеет свою энергетику, его просто нужно еще полюбить. И тогда вот все будет хорошо, потому что, ну, исторические какие-то мои моменты, что закрытый городок, военный городок, вот, заводы, не было ничего такого вот, чтобы вот за что любить. Потом все развалилось, уже вообще нету ни за что любить, ничего, что-то не получается, все ссорятся, скандалят. Вот как вы считаете, что нужно Николаеву? Смотрите. Ну, прежде всего, вот, я люблю свой город, потому что я здесь живу, я не собираюсь уезжать за какие-то границы, уезжать из этого города, потому что я здесь вырос, и прежде чем искать причину, почему я не люблю этот город, или что у нас все плохо, а что я, как Николаевец, сделал для этого города, для того, чтобы имидж и позитив стал намного лучше. В 2009 году я режиссировал большой мюзикл «Город Николаев. Наша жизнь», вот было название, где было 700 артистов. Я попытался объединить все силы, был директором метод-центра, и мы к нему города решили организовать такие условия. Объединить все творческие силы города, театр, филармония, дома культуры, танцевальные коллективы. На площади перед областным дворцом мы сделали большое такое шоу, которое было веха истории развития нашего города. Я просил благословения Петерима, я работал с краеведами, я брал местных композиторов, авторов, и когда я увидел эту палитру наших талантов, а у нас очень талантливый город, очень уникальный город, и люди, которые верят и любят этот город, у нас просто не было объединяющего звена. Каждый живет и творит в отдельности, но есть такое правило, в Грутом Лахшайбать как будто бы, да? Когда объединить конгломерат, когда объединить все творческие силы, это будет потрясающая светлая энергия. И это, вот видите, идёт очищение, идут какие-то определённые моменты, и создаётся приток новых светлых сил. Идёт реализация творческих проектов. И во многом не нужно искать причину в ком-то, не та власть, не та позиция, не та события. Нужно самому, идя по улице, не бросить бумажку, а положить её в урну. Нужно провести какой-то фестиваль или флешмоб, или перформанс, или проект светлый. Тогда это будет позитивный момент. Как можно больше нужно создать объектов культуры, парков, скверов, да? Вот как часто, ну куда повезти, да? В зоопарк, соборная, нижняя набережная, а куда сходить, да? У нас очень много уникальных мест. Сходите в театр, в театры, в центры города. И у нас много объектов, аспектов, может быть, для многих горожан и не знают, что Макс Фактор, косметика, да, линия в Америке, которая существует. Это Макс Факторович, который эмигрировал в Америку, был постежором в нашем театре. И вот как бы факт. Вот оно что! И вот Николаев в таком талантлив, да? И это действительно архивные документы, это действительно фактор, факт, который существует. И таких уникальных людей очень много. Но все равно их тянет на родину, их тянет вернуться в славный город Николаев. Нам нужна идея, что-то светлое, чтобы нас всех объединило. Да, абсолютно верно. И сейчас очень много проектов. Вот мы сейчас объединяемся театральными коллективами, да? Украинский театр, русский театр, театр кукол. Мы можем сделать конгломерат театрального искусства. Мы можем создать дом актеров, да? Где можно было бы проводить совместные мероприятия. Также объединить филармонию, областной дворец культуры. Идет прекрасная юбилейная дата 80 лет Николаевской области. Это тоже будет такое единение творческих сил для того, чтобы творить и создавать. Вы не боитесь ставить перед собой масштабные такие цели? Абсолютно. Есть жизненный опыт и бояться... Ну, бояться зачем? Вот каждый человек, ну, когда упадет, он все равно встанет и пойдет дальше, да? Не нужно бояться. Вот многие боятся, боятся выйти на сцену, боятся сказать что-то откровенно, боятся быть смешным, боятся казаться глупым. И это тоже нормально. Это вот в жизни не нужно бояться. Это тоже из основных правил, как в жизни можно реализовать себя. Артем, спасибо огромное за эту встречу, за этот позитив. Просто я вот чувствую эту энергетику. Будем рады идти в театре. Я, наверное, буду улыбаться еще дня два просто. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо огромное. Друзья, а мы, конечно же, благодарим за уют и атмосферу кафе СТ.